Все ближе к спорту высоких достижений. Представительство «Ивановца» в сборных командах России за прошлый год увеличилось почти в два раза и составило 50 человек. Но и в этом году, хотя он только начался, наши ребята не сдают позиций. Кенишемская лыжница Наталья Смирнова в составе юношеской сборной России отправилась на первенство мира. Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 30 января по 5 февраля в американском городе Парк-Сити. Для нашей области это, конечно, очень большой результат, так как мы являемся сугубо снежным регионом, но тем не менее на основании работы федерации, а также активной позиции спортсменки, ей удалось доказать на ряде стартов, что она достойна занимать место в сборной России. Сегодня она вошла в сборную пятым номером, но надеемся, что ей удастся поучаствовать в стартах и представить наш регион на международном уровне. На Смирнову Наталью тренеры возлагают большие надежды, но и в других видах спорта ивановцы достигли успехов. Тэквандистам удалось собрать богатый урожай на первенствах и чемпионатах России. Сразу семь ребят вошли в состав сборной нашей страны на 2017 год. Практически во всех возрастах наши ребята в этом году выступили успешно, войдя в состав сборной России. Это, можно сказать, один из самых удачных годов в истории нашей федерации. Мы ежегодно, наши ребята попадают в состав сборной России, но чтобы сразу семь человек, это, конечно, сверхрезультат. Евгений Боев стал победителем первенства России. В составе сборной принял участие в первенстве Европы в Румынии. Там он проиграл чемпиона турнира и занял пятое место. Я первый бой прошел уверенно, второй тоже. И в третьем бою я проиграл турку, который занял первое место практически полуфинал и финал. Он прошел практически всех досрочно победил, то есть с большим разрывом. Девчонки в этом виде спорта совсем не уступают мальчикам. Анастасия Зарезина знает секрет успеха. Надо тренироваться семь раз в неделю, не пропускать тренировки. Иногда надо еще дома заниматься. Спасибо Дмитрию Александровичу Мальчину, а также другим нашим тренерам, что они настолько много всего вкладывают, и мы их не подводим. Чтобы оказаться в составе сборной, юные спортсмены тренируются начиная с 6-7 лет. Для Федерации художественной гимнастики минувший год был тоже весьма успешным. 14 спортсменок выполнили норматив мастера спорта. Еще три стали мастерами спорта международного класса. В том числе Анна Лебедева, член сборной России по художественной гимнастике. Застать спортсменку в Иванове крайне трудно. С одних соревнований она практически сразу же уезжает на другие. Художественная гимнастика очень на высоком уровне развита. И попасть в сборную России это очень сложно. Должна пройти это большое количество соревнований, первенства России, чемпионат России, Кубки России, международные соревнования. И по итогам этих соревнований должна быть всегда в финалах, быть в десятке как минимум сильнейших. И естественно это заставляет работать очень много. И только после таких высоких результатов на крупных всероссийских соревнованиях, чемпионатах России, первенствах России, можно попасть в сборную команду. На прошлой неделе ивановские гимнастки вернулись из Белгорода, где проходило первенство Центрального федерального округа России. По итогам соревнований три гимнастки в составе команды ЦФО смогут заявить о себе в первенстве России по художественной гимнастике, которая состоится в Казани 7 февраля. Любовь Почернику, Андрей Семиволков, Денис Денизов, РТВ Иваново.